Вопросы, которые рассматриваются под хадисами 820-821. Первый вопрос. Говорит, род фиников, а также пшеницы, включает ли в себя все его виды? То есть, как мы говорили, допустим, финик, это общее название родовое. Под него подпадают различные виды. Финик такой-то, финик другой, такого-то города, такой-то страны, такого-то качества, такого-то названия, другого названия. То есть, сотни разных видов финика. То же самое пшеница, бывает разная. Бывает пшеница такая, бывает пшеница другая. Когда мы говорим, нельзя продавать финик за финик, включаются ли сюда все виды фиников, или что подразумевается под этим? Говорит, этот хадис, или хадисы нашей главы 820-821, указывают на то, что финик, каких бы видов он ни был, считается за один род, в котором протекает риба. Кали Ивну Кудама говорит Ивну Кудама, что такое род, родовое понятие? Это такое понятие, которое объединяет в себе разные вещи, которые объединяются под одним видом. А вид это то, что объединяет разные единицы под одним названием. То есть, смотри, род, это что такое? Род фиников, допустим. Род фиников, что такое род? Говорит, это такое явление, такое понятие, под которое подпадают различные виды. Такой виник, финик, такой виник, с таким названием, с такого города. Все эти различные виды подпадают под один род, называются одинаково. Тамар, финик. То есть, когда ты приходишь, допустим, в какой-то супермаркет или магазин, и перед тобой лежит, допустим, 20 видов фиников. Каждый из них можно назвать фиником или нет? Каждый из них можно назвать финик. Сказать, и это финик, и это финик, и это финик. Вместе с тем, что все они разные. Один длинный, коричневый, другой маленький, черный, допустим. Все они разные, но называются одним названием. Каким? Финик. Вместе с тем, что у каждого из них еще есть свое частное название. Этот так, этот так, этот по-другому. Это то, что называется родовое понятие. А вид, вид, это вот этот вот, каждый отдельный финик, который лежит на прилавке. Допустим, маленького черного цвета, называясь какой? Аджуа, мединский финик, например. Говорит, этот вид включает в себя большое количество единиц. То есть единиц же много этого финика, аджуа, правильно или нет в мире. Может быть, миллионы единиц этого финика. Все они подпадают под одно название, под один вид. Говорит, может быть такое, что вид является родом, для того, что под ним. И видом, в зависимости от того, что над ним. То есть, как мы говорили, это даже при изучении науки усули-фит. Помните, говорили, одна и та же вещь, одно и то же явление. Может быть видом, может быть родом. То есть, в зависимости от того, с кем мы его сравниваем. Если мы сравниваем с тем, что под ним, то он род. Если мы сравниваем его с тем, что над ним, то он будет лишь видом, а уже не родом. Культу миталю мусамма аль-Инсан. Как, например, мусамма аль-Инсан. Когда мы говорим «человек». Говорит, человек – это родовое понятие, которое включает в себя как мужчин, так и женщин. Но вместе с этим человек – это всего лишь род, относительно всех остальных животных. То есть, что шире? Понятие животное или человек? Всего лишь вид относительно животных. Понятие человек или понятие животное шире? Понятие животное шире, потому что человек – это один из видов животных. Вместе с этим, несмотря на то, что человек – один из видов животных, он сам является родовым понятием. Потому что включает в себя всяких разных людей. Мужчин, женщин, черных, белых, красных, желтых, разных национальностей, разных стран, высоких, коротких и тому подобное. Усвоили? Видишь, один и тот же предмет, в зависимости от того, с чем ты его сравниваешь, может быть и родом, и джинсом. То есть, родом, джинсом или видом. Помните, когда мы до этого говорили, нужно запомнить несколько категорий. Родовые понятия и видовые понятия. Помните, говорили, два рода есть. Род золота и серебра, это отдельно. И род четырех предметов. Это пшеница, ячмень, финик и соль. Вот здесь путать не надо. Мы их назвали родом. Просто для чего? Просто для того, чтобы у нас в голове сложилось, что это нечто более широкое, чем вот эти вот отдельные виды. А золото, это вид уже серебро, это отдельный вид. Пшеница, ячмень, финик и соль. Каждый из них является отдельным видом под одним родом. Здесь мы уже разбираем вопрос той стороны, что финик сам является родом. Почему? Потому что под ним еще много разных фиников. Много разных видов. Сумма-каль. Сейчас дочитаем, потом, иншаллах, приведем итог. Сумма-каль затем сказал, то есть, Ибн Кудама. Факуллю нау айн и чтам'а фи смен хас фа вума джинсун. Говорит, поэтому два разных вида, которые собрались под одним названием, называются джинс. То есть, допустим, финик аджуа и финик, допустим, такой-то, другого какого-то названия. Два разных названия, но собираются под одним видом, под одним, точнее, общим родом. Как различные виды финика или различные виды пшеницы. Смотри, финики, говорит, все разных видов, все они одного рода. Потому что вот это одно общее название, финик, объединяет все эти виды. А это общее название, финик. Даже если его видов много. Каль-барни, например, разные виды фиников. А это финик-барни, финик-макили, финик-ибрахими, финик-альхастави, вагириха и другие. То есть, все это разные виды фиников. Вакуллю шайэйни и тафақа фи лжинс. И каждые две вещи, которые объединяются под одним родом. Сабата фиима хукму шара битахрима тафадыл. Тафадыл говорит, шариатское постановление о запреке добавки относительно них становится утвержденным. Даже если эти конкретные виды разнятся. То есть, смотри, допустим, у тебя финик-барни, и у тебя финик-аджуа. Например, мединский-аджуа. Тайп, это два разных вида или нет? Два разных вида в том смысле, что объединяются под один род. Под род фиников. Под род фиников. Тайп, если мы говорим два разных вида, можно ли сказать, как мы говорили ранее, один вид можно продавать за другой вид, биттафадуль, с добавкой другого. Как мы говорили, допустим, относительно ячменя и пшеницы. Помните, мы говорили, ячменя и пшеница под одним родом, которые включают в себя четыре вещи. Ячмень, пшеница, финик, соль. Под одним родом находятся. Тайп, мы говорили, если два разных вида из-под одного рода продаются друг за друга, как ячменя и пшеница, то остается только одно условие для того, чтобы не было ряба. А это что должно продаваться из рук в руки. Но добавка разрешена или не разрешена? Говорили, добавка разрешена. Можно продавать полмешка ячменя за, допустим, четверть мешка пшеницы. Можно продавать. То есть разрешена добавка одного к другому. А теперь здесь. Здесь уже немного другой вопрос. Один вид финика за другой вид финика. Финик какой? Аджуа за финик барни. Разных видов. Один хороший вид, допустим, а другой не очень. Можно продавать хороший вид полведра. За барни плохой вид. Просто для примера говорим. Одно ведро разрешено или нет? Не разрешено. А почему мы же говорили, если два вида разнятся, то можно продавать один с добавкой на другого. Это мы говорили, когда говорили о видах общих, как финик, как ячмень. Финик за ячмень можно продавать с добавкой. Но когда мы говорим о видах, то в смысле, что мы уже делим сам финик на разные виды, здесь уже не подходит. Ясно или нет? Помните, когда мы говорили, финик за финик, должно быть сколько условий? Два условия. Финик за финик, должно быть два условия. Потому что это один вид за один вид. Какие два условия? Из рук в руки не должно быть добавки. Финик за финик. А если происходит финик за финик, но один финик одного класса, а другой финик другого класса. В этом случае можно делать добавку или нет? В этом случае добавку делать также нельзя. Это иншалла усвоили. И чтобы не путаться, здесь можно что сделать? Можно сделать еще более широкую классификацию. Когда мы говорим род, потом говорим вид, а потом говорим сорт. Назовем это по-другому. Не будем говорить вид, как говорит, допустим, внук у дама, а будем говорить сорт, для того, чтобы это стало более ясно. Значит, еще раз, смотри, когда мы продаем один род за другой род, что мы подразумеваем под родами? Под родами подразумеваем два вида родов. Один род и второй род. Один род, под него включается золото, серебро, денежные купюры. Это один род. Второй род, под него включается ячмин, пшеница, финик и соль. Это роды. Рода, точнее, можно один род за другой род продать? Можно продать. Какие-то условия при этом можно? Нужно соблюдать или нет, чтобы рыба не было? Никаких условий соблюдать не нужно. Можно продавать золото, допустим, в размере 10 грамм за, допустим, несколько мешков фиников. Вместе с тем, что несколько мешков весит больше, чем 10 грамм золота. Видишь, разрешена добавка. Из рук в руки обязательно делать или нет? Не обязательно. Можно что сделать, финики забрать, а обещать расплатиться позже в рассрочку или единовременной выплаты, но через месяц, например. Разрешено? Тоже разрешено. Значит, если род за род, то не должно быть из рук в руки, в смысле не обязательно, и не обязательно, чтобы не было добавки. С этим разобрались. Теперь вид за вид. Когда мы говорим вид, имеем в виду то, что под этими родами. Золото это вид, серебро это вид, финик это вид, ячмень, пшеница, соль это все. Отдельные виды. То есть, если ты продаешь один вид за другой вид, из одного рода, под одним родом, финик и пшеница, под одним родом или нет? Под одним родом. Но два разных вида или нет? Два разных вида. Сколько условий должно соблюдаться? Лишь одно. Лишь одно то, что продажа должна производиться из рук в руки. Но добавка разрешена или нет? Добавка разрешена. Мы сказали, можно продавать один мешок пшеницы, допустим, за пол мешка хороших фиников и тому подобное. Теперь есть еще понятие, которое еще уже, чем это. Мы разобрали род, разобрали вид, а теперь есть понятие сорт. Допустим, золото. Бывает разных сортов или нет? Бывает разных сортов? Бывает золото белое, бывает золото желтое, бывает золото арабских стран, бывает эмиратское, бывает итальянское, бывает такое, бывает другое, разное золото разных сортов бывает. Бывают хорошие пробы, бывают низкие пробы. Это все уже что? Это уже сорта, которые объединяются все под один вид. Все оно называется золото. Какое бы золото перед тобой ни было, 10 разных сортов. Все их ты можешь назвать как золото. Вот теперь вопрос, можно продавать, допустим, итальянское золото за эмиратское золото? В разных размерах или нельзя продавать? Одно 3 грамма, а другого 4 грамма. Говорят, что это разные виды. Мы говорим, это не разные виды, но это разные сорта в данном случае. Понятно? Здесь также должно соблюдаться условие равенства. Если хочешь продавать одно за другое, золото за золото, то ты должен что делать? Соблюдать уже два условия. Чтобы это было из рук в руки, и это было без добавки одного к другому. То же самое другие. Серебро бывает разных сортов. Финики бывают разных-разных сортов, разных названий и так далее. Ячмень или пшеница бывают разных сортов. Правильно или нет? Если мы продаем один сорт за другой сорт одного и того же вида, то в этом случае должно соблюдаться два условия. А это условия из рук в руки, условия, чтобы не было добавки. Говорит, Видишь, даже если эти сорта разнятся. Это потому, что пророк, салалаллаху алисаляма, сказал, Финик за финик, равное за равное. Финики разные бывают или нет? Разных сортов бывают. Дальше, А также пшеница за пшеницу, равное за равное. Говорит, И так далее до конца хадиса. Фаатабар аль-мусава фиджин ситтамар биттамар вальбур бильбур. Видишь, Пророк, салаллаху алисаляма, говорит, указал на необходимость равенства в виде. А это финик и финик. Пшеница и пшеница. Сумма кала, А потом сказал, Фаидахтала фадхави ласнаф. А если эти виды разнятся, Что имеется в виду под видами здесь? Вид или сорт? Имеется в виду вид. То есть, Если ты уже продаешь не финик за финик, А финик за ячмень. Говорит, Фабиру кейфа шитум. В этом случае можете продавать как хотите. Как хотите, То есть, Имеется в виду и дакан и ядам бият. Если это будет из рук в руки. Вафил авзин. А в одном из ревайтов приходит. Фаидахтала фаджин сан. Если разнятся эти роды, Здесь под родами имеется в виду виды. Фабиру кейфа шитум. То продавайте как хотите. Как хотите, То есть, Можно с добавкой. Но главное, Чтобы было из рук в руки. Вафил авзин. А в одном из ревайтов приходит. Кроме того, Что различается в цветах. Здесь в цветах имеется в виду опять вид. Смотри, Пророк салаллаху алисалям. А то, Что мы обозначили как вид. Назвал тремя словами. В одном хадисе пришло аснаф. В другом пришло аль аджнас. И в третьем пришло аль альван. Все одно и то же. Имеется в виду вид. Говорит, И мы не знаем никакого разногласия. Это слова ибн худамы. От обладателей знания. Что они обязали. Равенство при продаже финика на финик. А также других видов, Которые упомянуты в хадисе. Ячмень за ячмень. Пшеницу за пшеницу. Соль за соль. Золото за золото. Серебро за серебро. Говорит, И единогласный ученый в том, Что без разницы сорта разные. Или сорта одни и те же. Ты продаешь один и тот же сорт фиников. Аджва за аджва. Должно быть равенство. И должно быть из рук в руки или нет. Должно быть равенство. И должно быть из рук в руки. Теперь продаешь аджва уже не за аджва. А допустим за тот же барни. Здесь должно быть равенство из рук в руки. Тоже должно быть равенство из рук в руки. Значит, итог у нас получилось, Что в итоге мы для себя определили Три больших понятия. Род, вид и сорт. Род за рот не должно быть никаких условий. Не обязательно, что присутствует какое-то условие. Вид за вид должно присутствовать условие Из рук в руки. И не обязательно условие отсутствия добавки. А сорт за сорт уже должно быть что? Должно быть условие два. Из рук в руки. И не должно быть добавки. Далее, теперь следующий вопрос.